Беларусь и пресс-клуб Беларусь Беларусь и пресс-клуб Беларусь Доброго дня, сын! Беларусь и пресс-клуб Беларусь и пресс-клуб Беларусь Добрый день! Буквально несколько вступительных слов с моей стороны относительно контекста, в котором развивается сейчас движение беларуских дворов Беларусь и пресс-клуб Беларусь стало таким широким массовым движением, в которое включены практически все группы беларусского населения. То есть мы не можем назвать ни одну из социальных групп, которая в той или иной степени не принимала бы участия в протестном движении. Одним из таких феноменов беларусской авторитута расстреления общественных сфер, где государство является основным актором практически в любой сфере, которую бы вы ни взяли. И будь то там образование, здравоохранение, трудовые отношения... Ну и... ... ... Возможность там родителей влиять на качество содержания образования. В создающиеся профсоюзы на предприятиях они завязаны в один процесс выхода из официальных профсоюзов, то есть люди отказываются участвовать в в государственных, в прогосударственных инициативах. Они начинают восстанавливать реальные независимые профсоюзы, которые должны как бы заниматься тем, чем они должны заниматься. Собственно там защитой трудовых прав, каждым отстаиванием их интересов. То же самое происходит на местном уровне, во дворах, где люди за счет этой самоорганизованной активности пытаются вернуть себе под контроль в сферу общественной жизни в виде управления на местах. Вот дворовое движение — это один из элементов восстановления нормального смысла самоуправления в Беларуси. То есть, собственно, через эти дворовые движения можно говорить о том, что возникает вот самый базовый, низовой уровень местного самоуправления в Беларуси. Ну, про различные формы того, как это происходит сегодня, можно говорить отдельно. Может, мы просто по вопросам тогда будем идти дальше, или кто-то из моих коллег отдельно скажет про это по всему. Спасибо. Да, спасибо. Еще раз хочу напомнить, что вопросы вы можете задавать в групповом чате Zoom. также можете в групповом чате Zoom писать слово. Спасибо, Андрей. И хочу передать слово Татьяне Ванолажской. Татьяна, добрый день. Добрый день. Да, я продолжу эту тему. Как Андрей уже говорил, это дворовая активность оказалась очень важной частью, и довольно часто мы ее воспринимаем как, ну, такую взрывную и удивительную, что, собственно, так и есть. Но я бы хотела поговорить немного о тех предфакторах, которые позволили это сделать, чтобы понимать, ну, в том числе, природу этой активности. И, пожалуй, начать надо с, ну, такого важного периода, как COVID. И в этот период то институциональное доверие, которое было и так не очень высоким, то есть доверие граждан Беларуси к органам власти, в общем, потерпела полная фиаско, и в то же время, что очень важно, стали развиваться горизонтальные связи. То есть это еще связи были скорее не на дворовом уровне, хотя помощь вот соседям тоже стала активно развиваться, но белорусское общество стало видеть и оказывать доверие другим группам, и что очень важно, что мы увидели, что мы можем не только помогать друг другу, но и каким-то образом решить проблему, то есть объединившись вот через там... Ну, то есть тут очень важно не только вот эти большие компании типа ByHelp, но и то, что бизнесмены предложили свои какие-то услуги, то, что локальное сообщество, то, что какие-то площадки, то есть мы увидели друг друга в первый раз и стали формироваться горизонтальные связи. Следующим моментом важным, я бы сказала, была, конечно, избирательная компания, которая в любом случае была сосредоточена на избирательных участках, а это точки локальные, и там возникли взаимодействия новых активистов в том числе, и ключевым было то, что 9 августа люди стали собираться, насколько я понимаю, по предложению Забриина, как раз возле школ, и даже протестная активность, она локализовалась на таких районных точках. И уже вот с этого момента мы можем говорить про образование каких-то внутренних связей, когда в политическую ситуацию люди входили не только там какими-то группами, связанные, например, с штабами кандидатов, а именно локальными группами. И это развивалось, тем более, что остальные формы сообществ, например, профессиональные сообщества или упоминавшиеся уже там школы, родительские сообщества, они куда более находятся под прессом идеологическим и политическим. И в этом смысле дворовые точки сборки, они стали, наверное, наиболее открытыми. И действительно сегодня это одно из ключевых мест самоорганизации гражданского общества. Не только в смысле, даже не столько в смысле работы над своим районом и решения общих дел в районе, сколько именно политической активности. И тут очень важно, что фактически этим дворовым сообществом, вот как я говорила, постоянно появляются новые совместные задачи. И поэтому, когда мы говорим про то, куда это может вылиться и какую это природу имеет, то важно понимать, что для них очень важно для развития, для того, чтобы это от ситуативного феномена стало каким-то социальным институтом, важны постоянно появление вот неких новых задач с одной стороны, а с другой стороны внутреннее развитие как сообщества. И для этого внутреннего развития очень важно, что дворовые сообщества должны стать не только площадкой вот мобилизации совместной, но и некого гражданского диалога по разным вопросам, да, и вот и формирование собственно общности. И поэтому уже со своей стороны летучий университет два месяца назад, стал предлагать дворовым сообществам лекции на очень разные темы, не по развитию самих сообществ, а чтобы формировать для них, ну, какие-то общие основания для обсуждения совершенно разных дел, да. Это знаете, как вот, когда мы говорим, что люди опознают общность друг с другом по тем книжкам, которые они читали вместе, да, когда они понимают и могут отсылаться к каким-то знакомым, не знаю, словам, ситуациям, тезисам. Вот то же самое сейчас очень важно в развитии дворовых сообществ, чтобы у них была не только ситуативная там реакция и не только рабочие планы и стратегии, что тоже важно, я думаю, про это скорее Виталий будет говорить, но и некая общая культурная база, общая содержательная база, и тогда они смогут перерасти в устойчивые общности, общины, которые смогут вот стать основанием для самоуправления. Пожалуй, я на этом закончу. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. И передаю слово Виталию Ромашевскому, который расскажет про легальные способы объединения людей. Здравствуйте, Виталий. Вам слово. Добрый день. Добрый день еще раз. Спасибо большое за внимание к этой теме и за участие в этой пресс-конференции, потому что я немножко расскажу о подходах Координационного совета. Мы считаем, что то, что сейчас происходит в нашей стране, оно не только связано с протестной активностью против Александра Лукашенко. Я согласен с теми тезисами, о которых говорили мои коллеги, предыдущие ораторы. На самом деле это новая ментальность беларусов, которая неизбежно выльется в новые формы и гражданского общества, и также в более активное участие граждан и в политических процессах, и в процессах местного самоуправления. Координационный совет это все понимает, и одной из наших стратегических задач мы видим как установление коммуникации с этими локальными сообществами, так и помощь в том, чтобы мы предложили людям новые формы, устойчивые формы местного самоуправления, самоорганизации. Это могут быть и профсоюзы. Кстати, один из проектов Координационного совета это профсоюз онлайн, через который в независимые профсоюзы уже сейчас пришло около полторы тысячи заявок. Многие из них коллективные созданы. Эти организации создаются первичные практически с нуля на десятках предприятий и университетах страны. Что касается местного самоуправления, то мы проанализировали законодательство Республики Беларусь. Я напомню, что тоже важным нововведением этой политической компании было то, что политические силы, которые ее проводили, они использовали все легальные методы работы. Вот сейчас мы слышим запрос дворов, запрос дворовых активистов о том, что им нужна помощь в том числе в легализации и в обучении, и в легализации. Потому что сегодня просто милиция, бандиты в масках приезжают, их разгоняют на том основании, что их деятельность, начиная от организации концертов и до расписывания муралов, она вся нелегальна. Проанализировав законодательство, мы пришли к такому выводу, что в Беларуси есть абсолютно легальная форма организации местного самоуправления. Она называется КАТОСы. Это коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. они образуются на местных собраниях. Это значит, что в любой момент... И в чем плюс их? В том, что в любой момент люди могут их переизбрать или создать новые или, ну, создать их с нуля там, где они не созданы. И мы сейчас работаем с общественными инициативами, обучаем их, рассказываем им про эту возможность. Находимся на той стадии, когда устанавливаются коммуникации с уже существующими этими органами территориального самоуправления. В некоторых из них есть люди достаточно лояльные. На самом деле, они были все созданы в Республике Беларусь с нарушением законодательства, потому что по закону, для того, чтобы создать такой орган, низовой орган территориального самоуправления, нужно, чтобы в местном собрании приняло участие через делегатов или там прямое участие, не менее чем 25% жителей этого населенного пункта. Вот. Ну, или территориальные единицы. Вот в данный момент, ну, например, если говорить по Минску, то все такие Катосы, они привязаны к разбивкам по ЖЭСам. И территория по городу Минску достаточно большая. Она включает где-то 12 тысяч жителей, проживают на территории одного коллегиального органа общественного самоуправления. И активность, гражданская активность сегодня настолько высока, и мы видим по самоорганизации дворов, что людям вполне по силам собрать вот эти 25% подписей за то, чтобы было проведено местное собрание и были переизбраны коллегиальные органы территориального самоуправления Катосы. В помощь этим активистам, вот, Конституционный совет создал сайт, даже можно его запустить на экране. Да, я сейчас его продемонстрирую. И на этом сайте мы вместе с юристами проработали законодательство. Там собраны все, можно прокрутить там вниз, собраны все необходимые документы. В принципе, неважно, где ты проживаешь, в Минске или в сельской местности, ты можешь объединиться с своей командой и запустить процесс переизбрания этого местного самоуправления. Полномочия, они Катосы имеют достаточно широкое. Это и организация дружин даже, в принципе, правда, по согласованию с местными там отделениями милиции. Это и содействие в проведении выборов, это и распоряжение, ну, и организация дворовых концертов и многих тех активностей, которые люди и так сегодня уже делают, но за которые вот им достается от власти в последнее время все более и более жесткие репрессии. И сегодня мы предлагаем любым желающим командам прохождение таких вот тренингов. Мы объединяем и стараемся вот объединить все те инициативы, которые работают сегодня уже с дворовыми активистами, с дворовыми активностями. Я надеюсь, что в образовательные программы активно подключится и Летучий университет, и с фондом Льва с ОПЕГи мы работаем в Минске. Несколько депутатов горсовета даже поддержали это движение и готовы участвовать и поддерживать это активно. Мы планируем, что вот этот пробный этап, когда пройдут обучения не менее чем 100-200 групп региональных, закончатся у нас приблизительно через месяц. И, в общем, после Нового года мы сможем запускать такую кампанию местных выборов в коллегиальные органы территориального самоуправления. Это инициатива... Крюшная, потому что даже откажут в переизбрании этих собраний и подготовке к этим собраниям усилить свое влияние во дворах. Мы поддерживаем таким образом региональных активистов, лидеров, которые уже и так лидерами являются в своих дворах, организуют разные роды активности. Эта инициатива поможет им получить большую легитимность в глазах дворовых сообществ, локальных сообществ. Параллельно мы планируем запускать и усиливать образовательную программу. Ну и мы надеемся, что, в общем-то, эта кампания через то, что будут переизбраны, крайней мере, в крупных городах, мы надеемся, органы территориального самоуправления. На время работы в КАТОСах, как и вот на время работы создания независимых профсоюзов, люди входят или получают дополнительный уровень защиты. И еще хочу сказать о том, что вот проанализировав запросы людей, национальная повестка, которую озвучивает Координационный совет, известные эти планы за насилие, освобождение полизоглюченных, но также они с радостью повестку формируют. Это и касается благоустройства дворов, это касается и устройства вот, ну, решения каких-то других проблем. Территориальные, то есть, ну, вот, собственно, наверное, это и саблица, то есть, ну, форма обратной связи, любой желающий может ее запомнить. И важно, повторяю, где вы живете, в городе Минске, в сельской местности, с помощью, и наши инсультанты вам помогут пройти весь этап переизбрания органов местного самоуправления с самого начала. Такие процессы уже запущены в нескольких районах Минска, и, ну, вот, к сельской местности даже обращаются к нам люди. И эта кампания будет успешна, но и... Виталий, я понимаю, небольшие проблемы со связью. Виталий, к сожалению, мы вас потеряли. Мы его нашли только верх ногами. Да. Собственно, хорошо. Я все тезисы, так основные, сказал. Может быть, будут дополнительные вопросы, потому что рассказывать можно много об этой инициативе, как и о других инициативах инвестиционного совета. Но, в общем, стратегия понятна. Мы надеемся, что... Ну, в принципе, наш подход такой, что мы ставим как долгосрочные цели, так и кратко что надеемся. Хорошо. Спасибо. Напоминаю нашим гостям, что вы можете вопросы свои задавать в чат в зуме. Также в чате в зуме вы можете просить слово. Мы тогда можем вас включить. Вы можете вопросы задать лично, если хотите. Вот. Несколько вопросов у нас есть, которые пришли. Вопрос первый. Як да помахчи протестовцам сразуметь масштаб дворовых протестов, что нас шмат? Ну, вопрос я адресую всем спикерам, кто чувствует, как бы, что может на это ответить. Пожалуйста. Я думаю, что протестующие достаточно хорошо понимают масштаб этого дворового движения. Но так, чтобы воодушевиться, наверное, я так рекомендую просто просматривать время от времени там сервис ZChat и смотреть вот просто, что там происходит, сколько флагов там появляется как бы новых. Просто покликать на регионы разные, где существуют вот эти дворы. Ну, просто посетить не только свой, но и сходить в гости в другие дворы, как бы увидеть, что там происходит не только онлайн, но и вживую, в общем-то. Установить контакты с соседними дворами, потому что сейчас уже есть не только движение на уровне отдельных дворов, но и такое взаимодействие между соседними структурами и такое их объединение в более крупные инициативы. Но, тем не менее, нужно понимать, что как дворовые движения, так и, например, профсоюзы там на предприятиях или какие-нибудь стачкомы там в университетах и так далее, они вот все имеют примерно одинаковую такую структуру концентрических кругов. То есть есть десятки активистов, есть сотни людей, которые присоединяются к различным типам действия, ну и есть там тысячи людей, которые прислушиваются, но так активно не участвуют. Поэтому, когда мы говорим про массовость или реализацию какого-то коллективного действия в масштабах всего локального сообщества, например, ну вот нам нужно там, чтобы там все жители одного двора, как бы они вот что-то сделали, да. То сейчас вот эти дворовых инициатив, там Катосов, там вот групп людей, которые по дворовому принципу объединяются, еще недостаточно сил, например, чтобы ну вот там совместно, всем вместе выступить в рамках какого-то действия. Соответственно, это говорит о том, что им необходима какая-то структура развития, в том числе организационного развития, информационного развития, увеличения охвата, достижения их информационными материалами, там инициативами все большего и большего количества людей, которые живут с ними вместе. Спасибо. Татьяна, Виталий, вы хотите что-то добавить, возможно? Ну, я думаю, что достаточно было сказано. Мне кажется, что очевидно для всех активистов, что даже если посмотреть в независимых СМИ, я уже не говорю о телеграм-каналах, вот проанализировать их, то, наверное, основная протестная активность, там более чем 50%, ее связано как раз с дворовыми активностями сегодня. И достаточно посмотреть ленту новостей, чтобы убедиться в том, насколько большой потенциал, насколько активны люди сегодня. Спасибо. Я, наверное, добавлю, что я тут с Андреем скорее согласна, что вопрос тут развития и развития какого-то такого структурного и системного этих сообществ. Но если речь идет о том, чтобы увидеть, как нас много, это о поддержании духа и неком таком уверенности в том, что нас много, то остается очень важным символическое пространство. То есть это все, что связано с надписями, наклейками и так далее. И если нам все сложнее сейчас занимать большое пространство физическое, то символическое пространство имеет смысл занимать. И, например, в ответ на запреты и всякие проекты законов по бело-червоно-белому стягу, то, наверное, адекватным ответом дворов было бы максимальное вывешивание стягов в окнах. То есть это могут быть какие-то такие разовые акции, которые, в общем, поднимают дух, но на них, конечно, нельзя делать ставку в смысле развития. То есть тут должны быть какие-то другие, более продолжительные и углубленные программы. Спасибо. Вот у нас есть вопрос в чате. Виталий Мороз, Витальня из Украины. Вопрос относительно безопасности дворовых чатов. С чем вы связываете случаи хакинга чатов со стороны власти? Это физическое задержание администраторов и доступ к смартфонам, или это более сложные взломы, отслеживание геолокации администраторам с помощью технических средств и операторов? Ну, честно говоря, вот тут лучше к специалистам обратиться, но очевидно, что первое имеет место. То есть когда они задерживают администраторов специально, чатов и получают доступ к смартфонам, да, то они взламывают. Но их очень, вообще говоря, беспокоит вот, опять же, доступ к смартфонам, получению паролей, и когда они пытаются получить доступ, то они, в общем, не внушаются пыток в отношении людей. То есть это говорит о том, что, наверное, у них не очень много других возможностей, чтобы получить эти пароли и доступ, раз они там часами могут избивать людей просто для того, чтобы по угрожателям изнасилованиями или фактически насиловать людей для того, чтобы получить этот доступ. Спасибо. Следующий вопрос. Почему активные дворы только в Минске? Ну, вы знаете, я могу, наверное, ответить на этот вопрос. На самом деле активные дворы и активное локальное сообщество не только в Минске. Потому что вот мы создали службу поддержки регионов уже в августе этого года в рамках Координационного совета. и даже в первые две недели к нам поступили там десятки звонков даже с таких регионов, как, например, Быхов или Жабинка или там более мелкие населенные пункты. И люди готовы были создавать региональные координационные советы даже. Или город Заславль под Минском. Ну, много можно назвать городов. И активность там есть. Вопрос только в том, и желание, и инициатива есть. Вопрос в том, что там ресурсов у властей больше. Город Минск все-таки это город с двухмиллионным населением. Почти с двухмиллионным населением. И здесь защититься людям проще. Потому что там и уровень страха в регионах все-таки побольше. И ресурсов у властей больше для того, чтобы подавить любую активность. Любую активность. Ну, и нужно понимать, что в первые месяцы Белорусской революции, как Андрей Егоров ее назвал, в первые месяцы у людей было ощущение то, что перемены возможны быстро, что мы можем добиться смены действующего режима и честных выборов уже сейчас. И поэтому в основном та активность, которая была, это была активность такая уличная. И активность, которая не пользовалась, ну, не прибегала там, скажем, к формальным законодательным процедурам для того, чтобы вот оформляться как-то в инициативах движений. И за это людей жестко наказывают. Потому что и активистов, и лидеров этих протестных движений, все они, по сути, перебивали на сутках. Им угрожают, и на работе угрожают, и по месту жительства угрожают. И, конечно, это сказывается на том, что, по крайней мере, визуально эта активность осталась только в Минске. И ее стоимость для людей, она очень высока. Потому что мы видим, что чего стоят людям, вот чего стоило Роману. Защита этой дворовой активности, защита муралов, защита права на выражение своего мнения на уровне местного, на местном уровне даже, да. В регионах такой силы протеста или такой силы пойти там, ну, то есть защититься от милиции или выстоять против репрессий нет. Но это не значит, что там нет желания. Потому что заявки, повторюсь, к нам приходят отовсюду. И то, что мы сейчас предлагаем, вот это, почему инициатива КАТОСы, потому что, или почему мы говорим о профсоюзах, а не о стачкомах. Потому что все эти вещи, они направлены на долгосрочное противостояние и борьбу за Беларусь в таком, ну, долгосрочном режиме. Мы понимаем, что эта борьба затягивается на месяцы в лучшем случае. И, ну, мы помогаем людям, во-первых, и даем им новые знания, новые подходы, помогаем людям использовать снова-таки все легальные методы и способы для того, чтобы закрепить ту победу и тот переворот и в ментальности, в сознании белорусского общества и в его жизненной позиции, которая сейчас у белорусов есть. Вот одна из таких форм – это будет поддержка дворой аффективности КАТОСы. Одна из форм самоорганизации на местах жительства – это профсоюзы. Мы еще, мы будем помогать и помогаем уже, выходим на женские движения, на движения пенсионеров. Там вот Андрей упомянул о том, что родители учеников, которые подвергаются репрессиям, они также, это также одна из форм таких, которая, одна из форм самоорганизации, которая требует поддержки, мы это понимаем, это для нас стратегическая задача, мы все это будем делать. Спасибо. Андрей, Татьяна, пожалуйста. Добавлю, да, я согласна, что активность действительно не только в Минске, достаточно посмотреть тот же Дичат, хотя, конечно, объем в Минске превалирует и, конечно, отражение на экранах больше минское, чем региональное. Но, тем не менее, действительно активность в регионах есть, но все-таки вот этот перекос в сторону Минска я бы еще связывала с тем, ну, скажем, с той социальной базой, на которой строится эта белорусская революция. Вот если даже вы посмотрите на дворы Минска, то, казалось бы, из всех, ну, не знаю, урбанистических построений вот эти муравейники, да, которые мы все дружно ругали, там, не знаю, каменная горка, где казалось, люди, там, до невозможности разобщенные, там, старые вот эти, ну, девятиэтажные районы, они оказались самыми активными, куда более активными даже, чем, ну, такие ламповые районы, в которых, там, пятиэтажек, где предполагалось, ну, больше отношений между людьми. И я думаю, что это связано с тем, кто является вот основной базой и сутью, собственно, всего протестного движения. Это такое, ну, какая-то революция развития, да, то есть основой ее составляют люди, которые, ну, чаще связывают свой образ жизни с развитием, как бы видят какие-то другие образцы, хотят большего и так далее. И поэтому, ну, наверное, они чаще съезжаются в Минск, и, ну, здесь это чуть активнее, но, в общем, да, в регионах, конечно, тоже есть дворовая активность, и ее не следует упускать из-за виду, и, может быть, даже имело бы смысл куда больше обращать на нее внимание, в том числе в медиа. Спасибо. Андрей, вы хотите что-то добавить или... Ну, тут, наверное, много факторов есть, которые, как бы, делают активность в Минске более высокой, но просто есть объективные факторы, если других не касаться, которые, конечно, имеют тоже очень разное значение. Ну, просто Минск — это 24% населения Беларуси. Раз, а два — это многоэтажная компактная застройка. И, то есть, здесь, в Минске в этих кварталах может проживать там 10 тысяч человек, сколько в каком-нибудь там малом городе. А малый город — это будет распределенное поселение с низкоэтажной застройкой, и тогда как здесь люди живут компактно. Просто вот хотя бы два этих физических фактора, демографический просто и фактор организации физического пространства, делают объективным то, что движение дворовое в Минске будет гораздо заметнее и сильнее, чем для Беларуси. — Спасибо. Вопрос от Александра Корнышева из «Витебского курьера». Добрый день. Что помешает власти не дать зарегистрировать КАТОС и просто репрессировать тех, кто будет этим заниматься? Наверное, прежде всего, в Италии, да, этот вопрос? — Да-да. Ну, смотрите, власти сегодня ничто не мешает репрессировать вообще всех, кто любую какую-то активность. И что касается регистрации... — К сожалению, опять что со следием. задача максимум — это действительно переизбрать органы места, слизить поле, дать им дополнительную... Сейчас слышно меня, нет? — Виталий, вот очень, да, со связью что-то... Ну, повторите, наверное, сначала, потому что очень было плохо слышно. — Да, да. Во-первых, во-первых, власть репрессирует людей уже сейчас по любому поводу. Активных людей они стараются, ну, репрессировать и говорят о том, что они действуют законно, потому что граждане нарушают закон. Ну, например, не соблюдают закон о массовых мероприятиях. Наша инициатива помогает ввести дворовую активность в легальное поле. И, по крайней мере, на момент, когда собираются подписи, когда идет подготовка местного собрания, вся эта активность становится легальной. Люди и дворовые лидеры, они получают возможность легально коммуницировать со своими там... своей целевой аудиторией, с жителями дворов, и они получают большую легитимность уже на самом этапе образования, подготовки к этим собраниям. Потому что у нас предусмотрен механизм, когда люди уже, ну, ставят подписи и за местные собрания, и за выдвижение представителя своего личного. Таким образом, у каждого дома будет легальный лидер, который есть и так, но этот человек, он получит большую легитимность со стороны жителей, он получит новые контакты, он усилит свою команду, и для тех людей, с которыми мы работаем, им абсолютно понятно, для чего им это нужно. Ну, во-вторых, я уже говорю, что сегодня, проводя репрессии, власти ссылаются на официальные законы, они говорят, что, ну, вы нарушаете закон о массовых мероприятиях и так дальше, и так дальше, и мы вас за это репрессируем. Вот этот вопрос будет снят. Если даже после запуска этого процесса власти откажут в регистрации КАТОСов, во-первых, КАТОСы образуются на местном собрании, да, вот жители проводят местное собрание после сбора подписей, да, за которое проголосовало там 25% жителей, и на этом местном собрании можно не только, не только поставить вопрос о реорганизации КАТОСа, но также других ряд вопросов, например, об изменении законов и о местном самоуправлении, и, например, закон, одиозные законы, согласно которым сегодня людей репрессируют, и многие другие вещи можно поднимать на этих собраниях. Это процесс, который дает людям первое, легальность, это значит большую защищенность, второе, помогает лидерам и активистам дворовым стать более, получить большую легитимность, большую поддержку, третье, объединить еще больше, сплотить команды и привлечь новых людей, вовлечь в этот процесс, поэтому даже если власти в конце скажут, что, ну, ребята, мы вам отказываем в проведении местных собраний по разным надуманным причинам, команды остаются, эти команды переходят к следующему этапу, потому что формы, они могут быть разные, для нас важным принципом остается это легальность, это мирный процесс, вот это самое главное, это, наверное, достижение этой компании, ну, заслуга, в основном, наверное, команды Бабарыка была еще летом этого года, вот эти два подхода, они принесли нашему обществу такую массовую поддержку, потому что вы должны понимать, что сегодня те люди, ну, это очевидно, что те люди, которые выходят на митинги, это, наверное, 10 процентов, максимум 10 процентов от того потенциала, который готовы поддержать в любой форме изменения в нашей стране, в том числе, изменения на вот таком локальном, низовом дворовом уровне, это нужно видеть, и если хотите, то наша инициатива это ответ, ну, то есть, это не инициатива сверху, это ответ на запросы региональных активистов, потому что мы проводили и фокус-группы с ними, мы встречались, и мы спрашивали у них, нужно ли нам, что им нужно для помощи, вот, любая форма легализации, это, на самом деле, это был запрос от них, и мы анализировали разные возможности, разные формы, которые им можно предложить, вот, и форма местных собраний, и последующее образование этих катосов, как форма локального регионального сумма управления, это одна из, ну, это оптимальный вариант, который сегодня есть и существует в нашей стране. Спасибо. Можно я? Да, пожалуйста, Андрей. Я скептически отношусь вообще к легализации и вообще вот этим легальным механизмом как панацея и как некое вот очень прогрессивного подхода, хотя я как-то разделяю, что нужно пользоваться этим легальным механизмом, но в том числе очень скептически отношусь вот к вопросам подобного порядка, что власти как-то мешают там репрессировать, да, это дело. Вот если попробуйте поставить просто другой вам вопрос, да, что, как бы, а как необходимо организовать фактическую работу, то есть как должно фактически выглядеть там сообщество, чтобы государство не могло не зарегистрировать его или не могло с ним ничего сделать. Вот у меня очень простое рассуждение, что если у вас есть 20% людей фактически организованных по территориальному принципу, производственному принципу, принципу профессионального сообщества, эти 20% составляют реальную и фактическую организацию, как бы здесь, с ними ничего сделать нельзя. Что бы они ни делали, бастовали бы, организовывали движение, пятая часть людей, как бы, в территориальном сообществе, и все. И тогда государство будет само искать способ их легализовать, потому что это будет хоть какой-нибудь способ контроля над ними. Спасибо. Татьяна, вы хотите что-то добавить? Я могу добавить только то, что действительно с каким-то сопротивлением желанию власти репрессировать, а она демонстрирует это желание регулярно, может быть только массовость и вот эта децентрализация в том смысле, когда ей сложно среагировать на все сразу. Понятно, что там активные и первые будут подвергаться этим репрессиям. Но если вот как последний там марш дворов прошел, если поднимается одновременно там 100, 200, 300 инициатив, то с ними одновременно довольно сложно справиться. И вот это вот такое движение в том числе солидарности в смысле одновременности, проявления себя, ну да, это очень важный момент, поддержки друг друга и сопротивления, репрессия. Спасибо. Так, ну напоминаю нашим участникам, что вы по-прежнему можете присылать вопросы в чат в зуме или просить в чате в зуме слово. Я, наверное, от себя тогда хотел бы уточнить. Виталий, вот вы говорили, что вы сейчас находитесь в контакте также с пенсионерами, которые вот очень активно протестуют еженедельно уже продолжительное время в Беларуси. также вы организуете профсоюзы, да. Можете рассказать более подробно, наверное, про вот эти ассоциации. То есть, идея, например, контакта с пенсионерами это тоже вот как бы легализация какой-то их активности, да. и в чем она защищает. Ну вот у нас в Координационном Совете к сожалению из-за репрессии некоторые из лидеров вынуждены были выехать за пределы страны, но тем не менее там их задача как раз вот и помощь и установка контактов Координационного Совета с женскими движениями и что касается пенсионеров, то да, сейчас планируется также создание этой рабочей группы, потому что мы видим тоже еще одну вещь, о которой я говорил и Андрей тоже об этом упоминал, это родительские собрания, родительские комитеты в школах и возможно также высших учебных заведениях. Потому что это тоже форма самоорганизации на самом деле людей. Любая форма, потому что то, что мы сейчас проговаривали на этой пресс-конференции в основном это была тема территориальной самоорганизации, да, когда люди организуются по принципу по принципу территориальному, дворовому, например, или сельской местности по принципу одного населенного пункта. Мы затронули тему профсоюзов, это возможность помощь людям самоорганизовываться и все, что с этим связано, защищать себя, продвигать свои интересы на уровне своего рабочего места. Но также есть профессиональные ассоциации, есть артикулированные интересы отдельных групп населения, как я уже назвал, и они проявляют себя активно. Это женщины, это пенсионеры, это родительские комитеты, которые сегодня стараются защитить своих детей и оградить их, по крайней мере, от деструктивного влияния государственной пропаганды. Мы видим поддержку, коммуникацию с ними и помощь им в развитии, как стратегическую, потому что Татьяна абсолютно правильно сказала сегодня о том, что в принципе изменения структурные в нашей стране происходят, и я считаю на самом деле, что это самое важное, что случилось с Беларусью в 2020 году, даже не то, что люди протестовали массово там 80% по разным подсчетам против Александра Лукашенко за смену действующего режима, но более важное то, что произошло, это вот именно эта готовность людей брать ответственность на себя, лично, да, то есть это ментальный сдвиг, который дает надежду на то, что мы построим действительно новую Беларусь, демократическую Беларусь. Без этого ментального сдвига, ну, знаете, могут быть смены диктатур на авторитаризм, и в одну сторону или в другую это не будет изменения политического режима, и поэтому за сменой ментальности неизбежно идет вот поиски новых форм самореализации, да, нового сознания общественного, и это, конечно, построение настоящего гражданского общества. Вот это главное, что случилось в нашей стране, и этот ресурс нужно видеть, ценить, беречь, укреплять, и это залог на самом деле, ну, залог вообще европейского, демократического, счастливого будущего нашей страны, поэтому, конечно, и FEMEN группа у нас работает, потом, ну, вы знаете, чем может помочь с другой стороны координационный совет, или там опытные люди из гражданского общества, может быть, из политических партий, тем, что у них есть опыт, у них есть база знаний, может быть, подготовленные образовательные программы, которых нет еще, и этих навыков, и знаний нет у тех людей, которые сегодня готовы менять Беларусь к лучшему. И тоже мы можем помочь дополнительным уровнем и защиты, и артикуляции этих проблем на международном уровне, и координационный совет всеми этими вещами занимается. Ну, и мы стараемся также в основной состав координационного совета включать вот этих представителей, новых представителей протестных движений. Вот каждую буквально неделю у нас прибавляется к основному составу по одному-два человека. Это и представители гражданского общества, которые активно работают сегодня, да, с этими инициативами. Это и представители протестных инициатив, там, например, стачкомов, и, конечно, вот этих новых групп, которые сегодня проявляют все больше и больше активность. Ну, наверное, вот как бы так. Спасибо. Так, ну, также напоминаю про вопросы. Хотелось тогда тоже спросить про выборы депутатов местных советов Республики Беларусь должны пройти не позднее 18 января 2022 года. То есть, насколько я понял, КАТОС и вот эта вот организация местного самоуправления, она вот является, ну, подготовкой, да, к выборам этих депутатов. это так или нет? Вы знаете, нет, нет. Это на самом деле не совсем так. То есть, мы никогда не озвучиваем это как цель. Мы никогда не озвучиваем это как цель, потому что вот этот местный уровень самоуправления, он ценен сам по себе. Это, ну, самоуправление в прямом новом виде. Депутаты местных советов это все-таки другой уровень, другая категория. Там депутаты избираются. Местное самоуправление это больше как, ну, вот, прямое, прямое самоуправление на местах. И в этом его ценность. Это не... Хотя, конечно, те активисты и лидеры, которые сегодня видят себя и будущими депутатами местных советов, и кто-то даже депутатами палаты представителей. И, конечно, для лидеров для лидеров этих движений это, если они захотят, то это прямой путь, конечно, в органы и местного самоуправления избранные, да, как депутаты, и, возможно, в палату представителей. Причем, в этом случае, если если они вовлекутся в этот политический уже процесс, то, конечно, уровень наших депутатов всех уровней, извините за тавтологию, и местного совмета, и палаты представителей, он будет намного выше, компетентнее, намного более представительнее в настоящем смысле этого слова представлять интересы людей, чем то, что мы сегодня видим. Поэтому в перспективе, да, те, кто имеют такие амбиции, те, кто хотят, те люди, кто захотят, ну, конечно, какие шансы будут выиграть на местных выборах у какого-то человека, который выдвигается вдруг или по назначению власти или от политической даже какой-то партии, по сравнению с тем человеком, которого знают, которого поддерживают, который уже работал и был вовлечен в творовую активность и был лидером этого движения. Поэтому, безусловно, мы надеемся, что эти люди останутся и пойдут дальше в политику и будут выдвигаться депутатами местного совета, хотя прямой привязки этой компании нет ни в коем случае. и поэтому, ну, вот так. Хорошо, спасибо. Да, Татьяна, пожалуйста. Надо просто различать две разных вещи, да. Есть формальные механизмы политические, это там местные советы, КАТОСы, ну, или любые другие формы, да. А есть общественный процесс, да, и общественное сознание. И если за определенное время в Беларуси были как дискредитированы механизмы и, ну, как бы, выведены из нормального употребления, так и абсолютно заморожен общественный процесс. То есть люди не просто не пользовались, потому что им не давали, там, местным самоуправлением, они не видели в этом никакого смысла. Сегодня все, что происходит, как бы, какие бы предложения не предлагались, КАТОСы, дворовые какие-то общины, все, что угодно, там, законодательно закрепленное или нет. Это все на сегодня работает на то, что люди пытаются взять, ну, скажем, в свои руки власть над своей жизнью. И то, в какие формы в дальнейшем политическом процессе это будет, ну, в каких формах это будет отбиваться, да, это мы, ну, как бы, сможем видеть достаточно быстро. И понятно, что ближайшая, вот, ну, такая политическая политическая, ближайший политический календарь, ну, вне революционного календаря, это местные выборы, и, конечно, ну, надо даже, глядя сквозь, там, КАТОСы или лекции во дворах, видеть, ну, эту перспективу, понимая, ну, все, все ограниченность нашего законодательства о местном самоуправлении, точнее, местном управлении и так далее, да, то есть, в общем, и мне кажется, что сейчас все работает на, скорее, общественную активность, и оно должно на это работать. А политические формы, они будут закрепляться по ходу. Если нет этой активности, и нет самоорганизации, и нет, собственно, идентичности себя, как гражданина активного, то, в общем, что бы там нам не предлагали, выборы или еще что-то, референдумы, это все пройдет мимо. Спасибо. Ну что ж, вопросов я больше не вижу, поэтому большое спасибо всем спикерам, спасибо, что согласились поучаствовать в нашей сегодняшней пресс-конференции, и желаю вам успехов.